Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 30 октября. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Власти могут ввести экспортную квоту на азотные удобрения. Регионы готовятся выплачивать субсидии в рамках зернового демпфера. Египет приобрел российскую пшеницу по цене 328 долларов за тонну. Подробности – далее в выпуске. За время действия экспортных пошлин на зерно российский бюджет получил 47 миллиардов рублей. 10 миллиардов вернутся сельхозпроизводителям в виде субсидий. И регионы стали активно готовиться к тому, чтобы эти деньги, наконец, выплатить. В субъектах России уже приняты документы, которые регламентируют порядок предоставления субсидий. В Ростовской области это постановление правительства области номер 852. В Краснодарском крае приказ Минсельхоза Краснодарского края номер 386. На Ставрополье постановление правительства Ставропольского края номер 270-п. В этих документах вы сможете найти условия предоставления субсидии. Они стандартны. Предприятие или КФХ должно быть поставлено на учет, не должно иметь долгов по налогам, штрафам и различным сборам. Там же указан перечень документов, которые необходимо приложить к заявке. В Ростовской области прием заявок стартовал 29 октября. В Ставропольском крае еще 27 октября. На Кубани он начнется 9 ноября. Продлится сбор документов в течение 30 дней. Субсидию можно получить на пшеницу, рожь, кукурузу и кормовой ячмень. В Краснодарском крае ставка субсидий, согласно приказу Минсельхоза, составит 511 рублей 68 копеек на тонну продукции. В Ростовской области 340 рублей на тонну продукции. Итак, 10 из 47 биллиардов рублей будут выплачены аграриям. А что же остальные 37? Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы ответил, что оставшиеся средства сейчас анализируются Минсельхозам, на какие направления их следует отдать. В ближайшее время правительство примет это решение. На этой неделе пошлина на экспорт пшеницы выросла до 67 долларов за тонну. Неделей ранее сбор был почти на 7 долларов ниже. Центр агроэкспорт при Минсельхозе России считает, что уже в середине ноября пошлина поднимется до 90 долларов за тонну. И действительно, почему бы не расти пошлини, если растут мировые цены? Два дня назад стали известны результаты очередного тендера египетской компании ГАСК. Она закупила сразу 180 тысяч тонн российской пшеницы с доставкой в первой декаде декабря. 60 тысяч тонн куплены по цене 327 долларов за тонну, еще 120 тысяч тонн по цене более 328 долларов за тонну ФОБ. По оценке Савэкона на прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% в портах стоила 316 долларов за тонну. Этот уровень цен держался до середины недели, а в пятницу Рефинитив заявила о неожиданном подъеме цены в Новороссийске до 324 долларов. Центр агроэкспорт считает, что поддержку мировым ценам может оказать тот факт, что Международный совет по зерну пересмотрел балансы спроса и предложения по пшенице. EGC повысил прогноз мирового импорта на 3,5 миллиона до 194,3 миллиона тонн. Конечно, этот спрос будет удовлетворен полностью, но в результате у главных стран-экспортеров пшеницы совокупные конечные запасы окажутся на минимальных за последние 9 лет значениях – всего 54 миллиона тонн. И, честно говоря, о будущем сезоне даже думать страшно, особенно зная, что некоторые аграрии в этом году фосфорные удобрения вовсе не применяли. Да и азотные стали не по карману – ни в России, ни в Европе. Всплеск цен затронул даже Бразилию. Там сельхозпроизводители смогли обеспечить себя удобрениями лишь на 40% от потребности. Это грозит им потерей до третьего урожая в марте 2022 года. Местные аналитики считают, что растеневоды могут сократить площади под кукурузой в пользу соевых бобов, менее зависимых от подкормок. Если это действительно произойдет, кукуруза в мире неизбежно начнет дорожать и потянет за собой пшеницу. Правительство России может ввести квоты на экспорт азотных удобрений, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с обсуждениями. Принципиальные детали он не уточняет, но говорит, что, скорее всего, производителям удобрений дадут план поставок на внутренний рынок, увязанный с экспортом. Предлагается такой вариант. Если завод не выполнит обязательства по поставкам российским аграриям, квота на экспорт для него будет аннулирована. Производители удобрений настаивали, чтобы эта мера касалась лишь омячной селитры, но ограничения должны затронуть и карбонит. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что обсуждаемое решение, наверное, единственно возможное в нынешних условиях, поскольку заморозка цен на удобрения не была эффективной. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что цены, возможно, и были зафиксированы у завода-изготовителя, но большую часть удобрений сельхозпроизводители покупают не напрямую, а через дистрибьютерскую сеть. И вот в этом звене никто аппетиты не умерил. Рылько отметил, что если бы у нас не было пошлин на зерно или они были бы не такими жесткими, то ограничения на экспорт удобрений не понадобились бы. Эксперт сказал, что под осенний сев многие аграрии внесли меньше удобрений, чем в предыдущем сезоне. И что бы сейчас не показывала статистика РАПУ, осеннее сокращение реально состоялось. А вот как оно отразится на озимах и яровых, пока непонятно. Минсельхоз России, кстати, тоже обратил внимание, что этим летом растеневоды приобретали удобрений гораздо меньше, чем обычно. Вы видите это на графике. Дорогие друзья, в период уборки мы спрашивали вас об урожайности. Теперь же задаем вопрос о севе. Какие решения вы приняли? Уменьшили долю озимых, оставили пары, отказались от амфоса или может быть вы посеяли нишевые культуры? Нам интересно знать, как вы реагируете на вызовы рынка, какие нашли выходы. Потому что федеральный Минсельхоз на этой неделе заявил, что площадь севоозимых составит 19,5 миллиона гектаров. Это на 200 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Пока же посеяно только 17 миллионов 800 тысяч гектаров. По словам министра Дмитрия Патрушева, неубранными сегодня остаются еще около 5 миллионов гектаров. Собрано 119 миллионов тонн зерновых, из которых 77,8 миллиона – это пшеница. По итогам года в пересчете на чистый вес урожай составит 123 миллиона тонн зерна. Это выше среднемноголетних значений. Агрохолдинг Мираторг сообщил об очередной вспышке африканской чумы свиней на своем предприятии. Карантин установлен на репродукторе в селе Хмелевое Карачанского района Белгородской области. Месяц назад, в конце сентября, АЧС была обнаружена и на другой площадке Мираторга – Бродок-2. Сейчас оставшиеся мощности холдинга продолжают работать в штатном режиме. По данным Россельхознадзора, на 25 октября с начала года в России выявили 235 вспышек АЧС, 156 из них среди домашних свиней и 79 в дикой природе. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что если ситуация с АЧС выйдет из-под контроля, свинина в России может подорожать вдвое, так как это было в Китае. Впрочем, в Китае, в отличие от России, свиней не уничтожают. Глава группы Черкизова Сергей Михайлов в своем недавнем интервью Интерфаксу рассказал, что в Китае предприятие с АЧС имеет право отправить все поголовье на глубокую переработку, поскольку вирус человеку не страшен. Но это все равно вызывает сбой на рынке, потому что в один момент поступает очень много готовой весной продукции. В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о новых электронных системах, которые войдут в жизнь аграриев. Это система маркировки молока, система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, антибиотиков в животноводстве, система прослеживаемости зерна, куда придется заносить данные об урожае с каждого поля. Но это еще не все. На этой неделе до первого чтения в Госдуме дошел законопроект о создании в России электронного реестра сельхозземель. Он необходим для того, чтобы аккумулировать сведения о государственном мониторинге земель сельхозназначения. Авторы законопроекта, члены Комитета Госдумы по аграрным вопросам заявляют, что реестр станет источником информации для проведения земельного надзора и будет содержать данные о фактическом использовании участка. Реестр призван обеспечить сохранение плодородия. Если окажется, что в результате неправильного хозяйствования качество почвы ухудшилось, то надзорные органы незамедлительно примут меры. В следующем году небольшие производители картофеля и овощей могут покинуть рынок, если государство займется госрегулированием цен на их продукцию, заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Вот что он рассказал о ситуации в отрасли на парламентских случаях в Совете Федерации. О картофеле очень много говорят, что цены растут и все хотят понять, что происходит на рынке. Но что происходит в следующем, что прежде всего за 20 лет у нас на 20 миллионов тонн личное подсобное хозяйство снизили объем производства. С другой стороны, у нас растет переработка картофеля, соответственно, с рынка уходит часть товарной продукции на переработку. И плюс климат в этом году. Вот эти три фактора встретились вместе и сыграли сейчас такую роль в резком увеличении цен в сентябре месяце, когда они должны были падать, а цены быстро начали расти. И здесь я вижу опасения следующего года. Прежде всего, это не то, что там крупные не будут инвестировать, будут крупные инвестировать в развитие картофельной отрасли. Опасность в том, что мелкие, фермеры и средние могут эту тему покинуть. Они просто не смогут за счет своих доходов покупать дорогие удобрения, дорогие семена, оплачивают дорогую технику, которая также в цене растет. И им выгоднее будет заниматься не картофелем, а овощами открытого грунта, а, например, зерновыми, масличными культурами. И, соответственно, мы просто как крупные предприятия не успеем заместить этот выход мелких и средних фермеров с рынка. Поэтому сейчас надо подумать о том, чтобы вот эти мелкие и средние могли в следующий сезон обеспечить себя необходимыми ресурсами для производства картофеля и не ушли с рынка. Сергей Лупехин отметил, что дефицита картофеля нет, и цена свыше 30 рублей сложилась только на картофель крупного калибра 55+. Картофель 40+, стоит всего 25 рублей. И нужно просто правильно выстраивать логистику и взаимодействие с покупателем. По данным Минэкономразвития, с начала года картофель подорожал на 47%, капуста на 86%, морковь на 30%, лук на 19%. А если сравнивать цены на картофель в этом октябре с октябрем прошлого года, то рост составит 74%. На этом наш выпуск завершен. Будем ждать вас в следующую субботу. Всего доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!